Сегодня исполняется 10 лет управлению противопожарной службы и гражданской защиты. Пожарные части и посты этой службы работают в самых отдаленных селах и деревнях нашего региона. У нас в гостях Александр Носков, заместитель начальника пожарной части села Старожевск Карткировского района. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему эта профессия, когда вы в нее пришли? Вы знаете, география моей жизни, она очень обширна и разнообразна. Вообще я родился в селе Визинга, Сыцельского района, и по маминым стопам решил пойти и поступил в Сыктывкарский государственный университет на финансово-экономический факультет. Приехал жить в Сыктывкар, пожил там, начал заниматься коммерческой деятельностью, потом съездил пожить в город Москва, Санкт-Петербург, но нигде не получал удовольствия от работы и самореализации. И переехал жить в Карткировский район, где я устроился на работу в управлении противопожарной службы и гражданской защиты. Вот почему именно пожарные? Есть же столько других профессий, там бухгалтер, экономист, журналист в конце концов. Да, вы знаете, вообще тушение пожаров это сложный труд. И профессия пожарного это благородная профессия. Мы являемся еще и спасателями, ведь не только тушим пожары, но и спасаем людей из ДТП и вообще выносим из горячих домов. Поэтому выбор профессии стал именно на пожарного. Ну, согласитесь, все-таки есть такой флор романтизма на этой профессии. Вы чувствуете, что вы человек романтической профессии? Конечно, конечно, есть. Особенно, когда возвращаешься после домой к семье, спрашивают, что, как. Прямо гордость в глазах. Очень нравится. Интересно, когда человек только приходит, ну вы, например, пришли, посвящение какое-то есть? Может быть, у вас какие-то ритуалы, я не знаю. Да. Вы знаете, у каждого пожарного подразделения есть свои ритуалы. И чем оно старше, тем, наверное, они разнообразнее. Вот. Я вот, например, никогда не забуду реакцию начальника караула, которого назначили ответственным за мое обучение. Он после развода сразу же сказал, мужики, готовьтесь, сегодня будет выезд. Нужно же стажеру новую боевую одежду опробовать. И вы не поверите, буквально 4 часа мы мчим на автоцистерне в деревню Силон-Небдина Короткеровского района тушить жилой дом. Никогда не забуду мандраж по всему телу, как переживал, как нервничал. Но стоило посмотреть на ребят, с кем я ехал на вызов. И мне стало спокойнее, я успокоился. Потому что со мной рядом сидели профессионалы, которые спокойно обсуждали ход действий примерный. Что, как, то, куда пойдет, кто, что возьмет. И я понял то, что они не дадут мне совершить ошибку, что они помогут мне. И если я замешкаюсь, направят меня в нужном направлении. Вот в вашей профессии наверняка очень много трудностей. Вот что конкретно для вас является самым сложным? Вы знаете, самым основным для меня является обеспечение постоянной боевой готовности. Это в любое время дня, в любой день, в праздничный, в выходной, ты должен быть на связи. Ты должен в случае возникновения крупного пожара выехать в составе дежурного караула на тушение. И ты не можешь себе позволить просто взять и выключить телефон. Просто уехать куда-то с супругой в Сыктывкар, к примеру. Либо просто поехать с ребятами на рыбалку. Ну а в целом, вы знаете, работа пожарного состоит из тренировок, учений, в выполнении нормативов, физических подготовок. Как практических, так и тактических. Интенсивная. То есть получается вот такая известная все фраза. Пожарный спид, работа идет. Она как, неправильная что ли? Да, вы знаете, многие кто-то говорит. Еще есть одна фраза, которая упоминает то, что пожарный спид, страна богатеет. Но все же это, наверное, сложившийся стереотип. Ведь если не видно в деле пожарного, значит нету и беды. А вообще дежурные сутки караула расписаны поминутно. За сутки это 2-3 часа занятий теоретических. Это выполнение различного рода задач. Это выполнение нормативов по пожарно-прикладному спорту, по ПСП и так далее, которые узконаправлены в деятельности. Это работа с документацией, служебной документацией. Это, разумеется, работа с документами предварительного планирования. И вот это все разбавляется лишь получасовыми перерывами на обед. А в остальном они работают, не покладая рук. Вот сегодня праздник, 10 лет. Хотели бы вы поздравить коллег своим? Что бы вы им сказали такое приятное? Да, разумеется. Я бы хотел поздравить всех работников Управления противопожарной службы и гражданской защиты с юбилеем. И с наступающим Днем Спасателя. Я хотел бы пожелать, чтобы не угасало желание спасать людей. Чтобы огонь горел, и вообще горели только их глаза. И хотел бы напомнить о дивизе нашего учреждения. Это «Мы всегда рядом». За все эти годы мы доказали, что это не просто слова. С праздником всех огнеборцев! Спасибо большое! Спасибо! С праздником!